всем привет это снова подкаст спорта день за днем чемпионате мира в катаре и мы продолжаем разбирать матчи продолжаем подсвечивать неочевидное но сегодня снова с нами я тимур валеев иван житков и дима нечапаренко но раз уж мои друзья не смотрели первые два матча то о них выскажусь только я потом уже они подключатся к нам собственно марокко хорватия с этого начался день 00 многие подумали что матч был скучный не то что подумали ну так решили и даже на самом деле некоторые аналитические каналы так написали я честно говоря был сильно удивлен потому что мне матч в какой-то степени понравился да было не очень много конкретики в атаке но я увидел две достаточно разные команды и в большей степени мне понравился наверное марокко потому что команда очень сбалансированы очень сбалансированный именно стартовый состав я подчеркну что именно стартовый состав потому что на скамейке запасных сидят уже не такие мастеровитые игроки и поэтому я думаю травма защитник аякса мазрауи очень сильно скажется на шансах марокко по ходу турнира поэтому дальнейшим марокко возможно никуда не выйдет но первое впечатление меня осталось хорошим потому что команда умеет атаковать умеет атаковать разнообразно очень хорошую большую важную роль играл софиан амрабат впрочем в италии о нем уже давно знают был важным игроком в вероне и сейчас уступает за фиорентину и по большому счету те кто плюс минус смотрит итальянский футбол фамилия амрабат никого я и не удивлю вот и тем не менее даже понравился амала это был атакующий полузащитник он тоже обладает хорошей техникой не так хорош продвижение как амрабат но у него позиция выше он должен скорее больше обострять вот но в этом смысле конечно хорваты действовали в обороне внимательно и вот тут я так плавно мостик провожу уже к игре сборной хорватии я я сказал что морок очень сбалансированный состав этим них не может похвастаться хорватия потому что но состав у них будем честными не такой яркий и если только по отдельным именам то есть лука модрич там понятно и все такое но по большому счету линия нападения у команды сильно хромает что интересно это в принципе эта проблема существовала и на чемпионате мира в россии четыре года назад но это не помешало команде стать финале финалистом что интересно ни в семнадцатом году никто не мог сказать как бы за счет чего сборная хорватия может пробиться до финала что сейчас то есть оценивать как бы будущий результат сборной хорватии проблематично потому что но все мы знаем как бы на что в принципе может быть способна эта команда то что психология у нее сильная это вообще факт с этим трудно поспорить и на самом деле я обычно же видел здесь такую фишку скажем трансформацию дэна лобрана я думаю никто не никого я не удивлю тем что в зените капитан и защитник зенита уже не стал давно не представляет собой надежную как бы опору в обороне и ошибки его которые приводят к ударам стали в принципе нормой для зенита и даже некоторые болельщики уже стали говорить что мол ну пора уже все-таки дэйну уходить куда-то он команду не тащит ему уже 33 года но честно говоря две недели что произошли как бы с последнего матча зенита и то что я увидел вот в этом матче это просто небо и земля в этом матче против морока лобран успевал везде действовал своевременно чтобы он не терял концентрацию и по факту в итоге стал лучшим игроком матча и вообще неспроста очень много он останавливал атаки морока в зародыше это я думаю что лобран в какой-то степени виноват что матч стал скучным по мнению некоторых но на самом деле для него это только положительная оценка и если он сможет сохранить такой настрой такой подход к игре на протяжении всего турнира то у сборной хорватии есть как минимум один сильный центральный защитник хотя по большому счету ёжка гвардиал тоже действовал успешно действовал здорово даже чуть лучше в продвижении мяча но в общем за центр обороны в принципе переживать хорватии не стоит вот нападение да это другое дело и поэтому я говорю что команда не сбалансирован и ну честно я прогнозировать дальнейшие результаты команда очень сложно потому что вроде как предпосылок нет но четыре года назад их тоже не было поэтому может произойти все что угодно что касается второго матча германия япония я тут сразу наверное может быть удивлю кого-то может не удивлю в общем на мой взгляд эту игру сделала максимально интересно особенно на фоне предыдущей сама сборной японии потому что ну и будем честны план на игру главного тренера мариасу честно говоря оставлял желать лучшего потому что ну вряд ли ханси флик кого-то удивил выходом как бы в трех центральных защитников с активными латералями все это мы видели на евро это приносило результат команде и собственно в том же направлении сборной германии продолжила и продолжила работу вести ничего нового по большому счету не представила и активно создавала за счет этого момента япония которая вышла в четыре защитника но просто можно сказать подставила задницу ну извините вот как бы вот так да и просто ждала соперника который создавал момент за моментом и объективно говоря до перерыва японцы могли просто не дожить трудно понять почему главный тренер не реагировал раньше а дождался именно только перерыва потому что ну изменения были срочно необходимы и просто чудо что германия забила только один да и тот с пенальци зато за матч менеджмент я вот главного тренера сборной японии могу похвалить потому что отреагировал он ровно так как я честно говоря всегда и предполагал надо реагировать на команды с вот с игрой в схеме с тремя центральными с активными фланговыми латералями вот именно так именно отражать их схему ни в коем случае ну вот это вот мое мнение такое я много общался с тренерами спорил с ними как бы они оставались при своем но а сохранять как бы четверку и одного из крайних полузащитников отрежать на то чтобы опускаться назад отрабатывать сзади но я считаю что это плохая слишком сложная затея а вот переход на тройку центральных на пятерку защитников это гораздо более правильное решение в общем так главный тренер и поступил после перерыва это была пятерка вышел там ясу из арсенала который странно честно говоря почему не вышел стартом составе но тоже это уже внутренняя кухня наверняка были для этого причины в общем перешли на пятерку подняли линию прессинга застали заставлять немцев ошибаться если реально в первом тайме один удар нанесли япон с поворотом на 45 плюс 6 это какая 51 минута первого тайма первый удар был нанесен поворотом то во втором тайме наконец-то пошли моменты стали заставлять ошибаться соперника и по большому счету вот именно япония сделала тот шаг который помог команде перевернуть игру и добиться как раз таких тех моментов которые по итогу помогли бы вырвать победу при этом я хочу подчеркнуть что это не повтор провала аргентины с саудовской аравии это совершенно другой матч в том смысле что немцы играли хорошо то есть до были и как бы индивидуальные ошибки вроде того что леон горецкая не побежал за своим игроком и по итогу японцы достаточно легко забили первый гол потом шлоттербек ну наверное мог как-то поувереннее сыграть против асана и все-таки ну вытеснить его с поля вытеснить от мяча и заиграть до конца но слишком много свободы ему дал вот за исключением этих как бы индивидуальных ошибок в атаке то немцы создали а уйму моментов которые просто каким-то чудом удалось не реализовать плюс конечно вратарь сборной японии ну я не знаю что он съел в перерыве но он просто творил чудеса и я просто хочу лишний раз подчеркнуть что это не такой провал как 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 был у аргентины немцы играли действительно хорошо просто результат не должен обманывать я но но при этом это поражение правда может быть очень болезненным и очень очень тяжелым потому что потому что это может сильно сказаться на психологии когда ты играешь хорошо когда ты вроде бы делаешь все правильно но по итогу не добиваешься результата ну это конечно бьет по психологии и поэтому на самом деле немцы которые по большому счету вот уже на на краю как бы находится вылет из чемпионата мира потому что еще одна потеря очков и ну это уже очень сложно претендовать на плей-офф и вот сейчас немцы могут конечно сломаться я считаю вот теперь уже давайте вернем моих друзей как бы к нам и продолжим обсуждать следующие матчи о которых им уж точно есть что сказать я абсолютно уверен я слышал нет я вчера слышал про то что аргентина сносила саудовскую аравию первом тайме и была уверена что она их убирает и поэтому вышла типа расслабленная на второй но я не видел чтобы она сносила саудовскую аравию и вчера и сегодня чуть больше германия имела инициативу матча с японии с той точки зрения что она ближе заходила в штрафную и дольше позиционно там их заталки штрафную но под удары японцы ложились-ложились удары блокировали блокировали вратарь спасал безусловно пару раз но мячи там не сказать чтобы были за все неберущиеся пенальти они забили с идиотской ситуации с идиотской то есть по большому счету сказать что немцы там раздевали японию я ну слушайте ну так матч должен был складываться да япония играла в блоки там сначала в середине когда не могла в середине встречал у своей штрафной максимально они жизни немцам испортили ничего там такого сверх что невозможно было пережить не было а во втором тайме во втором тайме все кончилось собственно говоря тем что сборная германии начала платить за свои вот эти вот истории связанные с тем что они должны играть обязательно высоко они должны поиграть этой линии трусов и так далее но вот тот угол который они пропустили показал когда человек ушел от левого защитника Лейпциг и тот ему сопротивление не оказал ни на одном сантиметре боевой сколько там 20 метров было за 25 угол того и ничего не наивная игра к этому они шли давно не только вчера сегодня последний месяц не год а задекларированные задекларированные просто они его так не называли но зато никто не поспорит с тем что Испания уж точно раздела Коста-Риху и мне кажется на самом деле Испания и вот не знаю как у вас но у меня немножко эта игра напомнила игра Испании напомнила игру Испании в десятом году потому что это было очень душевно это было с таким очень хорошим настроением и видно было что ребята прям ну вот что называется играют в футбол я бы еще отметил небольшое такое тактическое скажем так замечание похвалу Луиса Энрике то что он просто сделал команду с двумя бускетцами просто одного как бы реального бускетца посадил центральным защитником и как бы закрыл вопрос тем что у них с центральными защитниками была проблема что мне кажется на евро бросалось в глаза и как бы такого молодого бускетца в лице Родри поставил на его позицию и мне кажется смотрелось очень здорово и думаю по ходу турнира тоже лишний раз как будто только поможет Дима что ты думаешь по Испании? Я лично думаю то что ты правильно сказал по поводу то есть я не сказал что это какое-то тактическое решение потому что мне кажется для команды которая играет существенный контроль с большим количеством передач в том числе в короткий пас там где отыгрываются обстукиваются постоянно В принципе здесь не принципиально насколько это будет в позиции центрального защитника или именно профильный центральный защитник потому что если мы посмотрим то вообще тот же Асенсио это как бы все равно природный полузащитник который играл на формально позиции центрального нападающего поэтому мне кажется идея с Родри она читалась но я вообще бы говорил здесь о тройке Потому что Лапорт тоже хорошо и двигается передачи и он входит выше и он отдает передачи поэтому мне кажется здесь они обеспечивают вот эту как бы циркуляцию мяча Тем не менее все равно роль Бустеца в этой игре я бы отдельно отметил потому что как он предлагается под короткие передачи и сразу принимает в одно касание или разворачивается под движением мяча уже ну я считаю что заменить его полноценно никто не может даже тот же Родри который сейчас очень хорошо смотрится там последний сезон долго кстати адаптировавшись сначала Манчестер Сити мне кажется что все равно Бустец в роли нижнего опорного оптимально подходит Мне Испания очень понравилась я могу сказать потому что это на фоне вообще всего что видишь в современном футболе действительно от этого получаешь удовольствие потому что как я сказал там одного товарища они играют у меня пришло один что мяч не поднимается вообще выше колена потому что если мы видим сколько сейчас мяч например в этой игре летал просто там по воздуху здесь совершенно другое У меня удивило что Коста-Риха честно говоря так смотрелось и правда удивило потому что не настолько слабая команда и к тому же 4-4-2 в которой они играли в принципе очень хорошая тема для того чтобы обороняться особенно если в низком или среднем блоке это в принципе удобно делать но именно движение в центре поля постоянно иногда были ситуации когда по центральной оси там получалось 4-2 в пользу Испании и они просто не успевали с этим потому что ну мне понравился очень например второй гол где по сути формально можно сказать две предголевые передачи это были поперечные передачи но в том числе дело что даже поперечные передачи при правильной расположении игроков могут быть обостряющими при этом у меня все равно нет ощущения что Испания может стать чемпионом потому что меня беспокоит как они будут смотреться с командами которые будут играть где-то именно агрессивно не в тактическом плане а агрессивно просто физическом плане возможно даже с какой-то использованием грязи провокации мне кажется немножко они могут поплыть и может быть отсутствовать все-таки атлетизм потому что все-таки маленьких футболистов очень много на мой взгляд по Испании еще добавил очень хороший матч я считаю сыграл Жорди Альба в очередной раз все-таки показав что по уровню да у него были там перепады и он не постоянно играет за Барселоном тем даже сейчас как ни странно но тем не менее мне кажется что это игрок именно на таком уровне и настолько подходящий для этого стиля футбола что он сам получает удовольствие поэтому мне кажется надо подождать следующего матча особенно с Нерманией который как раз как я понимаю он же в следующем туре потому что от Нермании будет нужно уже максимально добиваться результата и Испания получится не то что под давлением но это может стать существенной проверкой именно на психологическую составляющую я с удовольствием продолжу по поводу прогнозов по Испании потому что честно говоря матч с Коста-Рикой и продолжать восхищение можно и абсолютно справедливо я согласен с вами о собой что было большое удовольствие наблюдать за Испанией несмотря на то что соперник действительно сыграл ниже ожиданий но я как раз по-моему в самой первой нашей записи когда Тимур расспрашивал про фаворитов мнение брал да я не то чтобы я ожидаю что они выиграют этот турнир да но я очень скажем так я держу в кармане для себя этого фаворита да и я с удовольствием если вдруг Испания преподнесет сюрприз и выигрывает чемпионат и с удовольствием вытащит из кармана и покажу вам то что я об этом говорил потому что я этого жду с прошлого года не то чтобы они должны были уже тогда выиграть Евро нет они к этому были не готовы но чуть более хищного как ты говоришь Дим физически и злого соперника они в принципе выстрелили тогда же с Италией и там они проиграли сами помните как никак не следовало из того что ни в чем-то оказались хуже мне очень интересно посмотреть как они будут выглядеть просто против топ соперников я хочу посмотреть матч с участием Испании против топ соперников и практически уверен что это будет ну а наверное одни из самых интересных матчей вообще на чемпионате с их участием кто как опять же вот как по прогрессии они развиваются в эти последние годы оно заставляет думать что что они прям вот где-то ходят под золу ладно Испания в принципе к их доминированию там скажем так более менее мы все уже привыкли и в то же время все ждут но пока что все ждут напрасно что Бельгия тоже выстрелит как бы не то что выстрелит уже который там год от этого поколения золотого ждут что они должны не то что выстрелить а выиграть чемпионат Европы чемпионат мира что угодно но поколение пока что проходит мимо и честно говоря вот этот матч с Канадой ну тоже не оставило такого большого впечатления и я даже не знаю вы у вас что-то другое как-то сложилось или как ну нет я честно скажу на мой взгляд матч во первых очень два разных тайма потому что если я дайте просто я скажу одну вещь сначала не конкретно про Бельгию просто тот случай когда опять-таки я сам выделял сборную Канады и мне всегда было интересно на нее смотреть и она в принципе меня не разочаровала я увидел все те же принципы что были во время сборочного цикла но есть один момент то есть если я выделяю это не значит что мне нравится обязательно стиль сам по себе и вот этот стиль который завязан постоянно на прессинге когда команда начинает физически уставать самое забавное что игроки все продолжают бегать но уровень принятия решений настолько падает и из-за этого мне кажется второй тайм получился совсем какой-то дискретный потому что все развалилось на микроэпизоды и когда уже Бельгия не пыталась настолько играть разыгрывая отворот и попадая под прессинг потому что в принципе у Канады действительно хорошая как бы любая перечная передача при начале атаки отворота соперника это сразу прессинг во фланге выгоняют но когда Бельгийцы стали играть чуть более просто чем в итоге закончили Канадцы просто навесами да там один из них в принципе мог лучше закончиться в то же время что если посмотреть даже первый тайм потому что я там даже себе записал что 28 минута ощущение такое что идет там 85 минута и одна из команд ведет 1-0 другая пытается отыграться и огромное количество пространства которые образуются что меня теперь переходя к Бельгии удивило что в принципе эти эпизоды когда там выходы были буквально 3 в 3 причем на большом пространстве широким расположении двух игроков которые открываются под передачу очень много брака было я не знаю с чем это было связано но как мне кажется чаще всего в этой позиции оказывался там Дебрюйны возможно попытки играть вертикально но вот эта вертикальность одной команды на другую да это очень здорово смотрится но в итоге задаешься вопросом что дальше то есть получается как бы постоянно продолжающиеся я не знаю как сказать потери на потери и все каждый потери увеличивающиеся пространство в этих переходах Бельгия меня не убедила да уровень исполнителей присутствует что бросилось в глаза наверное против еще более силовых не даже силовых атлетичных команд с атакующей группой которая завязана на стартовом рывке и при этом с атлетизмом когда они успевают пробросить ставить там плечо колено и и выиграть эпизод вот против ветеранистых футболистов там Эльдер Виальд, Фертонген и в принципе еще раз я сейчас не буду там Иванова провоцицировать очень много раз об этом потому что я Вицеля уважаю футболиста но безусловно ему не хватает первых шагов в стартовых момент когда я считаю просто я не понимаю как Варни ставит пенальти когда Бьюкен на него пробрасывает там в ногах чистый фоу на мой взгляд но вот такие эпизоды если это будут команды более мастеровитые наверное по исполнителям и главное опытные наверное в будущем для Бельгии могут быть проблем поэтому пока мне кажется эта команда надо следить но если честно я не жду того что Тимур там сказал о том что все от них ждут мне кажется уже все дождались хотя иногда что-то происходит когда уже все бросили ждать и это происходит но честно мне все-таки кажется что я не вижу того что Бельгия прям большой фаворит и в том числе смена поколения она тоже идет даже уже появляются там даже в этом матче вышли и Анана и другие уже молодые футболисты насколько при этом я не уверен что они по уровню могут соответствовать тому что давали предыдущие игроки предыдущего поколения но условно менять нужно посмотрим но как бы мне кажется что все-таки у команды есть определенный предел я не знаю там какая стадия четверть финал полуфинал но мне кажется не дальше я могу сказать что вредную вещь для любой записи любой программы любого подкаста что к сожалению я абсолютно согласен с тем что говорит Дмитрий надо положено спорить не соглашаться но я просто не вижу с чем потому что и Канада и Бельгия разложены здесь идеально разложены идеально обе команды нашим собеседникам флиты очень много у канадцев типичнейшая история для Run Forest Run всех этих вот команд которые должны засветиться за счет некой такой эффектности да за счет объемов бега за счет скоростей видимых над этой скоростью должен быть какой-то эффект да потому что у испанцев есть скорость там движения перед движением мяча там французов есть там скорость оперативности принятия решений мыслей игры на третьего там еще у кого-то еще что-то но здесь было просто ну я не люблю прощать я не люблю приезжать и так далее какие-то команды здесь было очень много бегать и очень мало смысла и на этом фоне Бельгия в принципе ей хватило той игры в которую она играла при том что мне показалось что все равно она действовала с трудом я не понимаю как они не выиграли крупно потому что у них была масса возможностей для быстрых отрывов у них было очень много пространства да вертикальной игры постоянно были какие-то открытые люди во фланге почему Дебрейн не видел партнеров давал и принимал неточные неправильные решения и свое время на него это было вообще не похоже это была самая слабая игра Кевина Дебрейна которую дали бы видеть если команда я не думаю что это связано с такими там тактическими обстоятельствами решениями тренера и так то о чем команда говорит я думаю что это что-то проблема это в форме да если проблема в форме то в Бельгии это особо далеко не пойдет я как раз тоже присоединяюсь к мнению Дима что ничего я честно говоря их не жду думаю что это будет какая-нибудь одна восьмая финала и до свидания да я тоже пожалуй соглашусь скорее с Димой единственное что я наверное подкорректировал ну со своей точки зрения что Канада на мой взгляд ну лично для меня меня оставило более приятное впечатление ну по уровню конечно претендовать на то же на что там должна претендовать Бельгия канадцам сложно но при этом Джон Херман поставил классный футбол как мне кажется ну банально канадцы не весь матч но в определенные отрезки времени ну реально завозили бельгийцев и ну на мой взгляд в первом тайме там первые 15-20 минут должны были как минимум забивать забивать еще 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 и ну если бы поставили второй пенальти мне кажется что канадцы могли все-таки бои забить и тогда уже неизвестно как сложилась бы игра вот немножко конечно отвернулась от них удача отвернулись судьи не знаю некоторые моменты конечно вопрос остается без ответа но я просто что хочу сказать команда умеет играть в футбол это здорово и немного не хватает опыта и я наверное словил некий флэшбэк из какого вчерашнего позавчерашнего дня когда играл в сборной США по большому счету тоже американцы выдали как бы лишь некоторые отрезки игры очень сильно наверное стой лишь разница что у них не было такого прям поставленного футбола как у канадцев который на мой взгляд вот Дима сказал что они подсели физически и в втором тайме только и делали что подавали как бы верхом но мне почему-то так сильно не показалось что уж настолько ну может как бы каждый по-своему видит мне лично казалось что команда более-менее сохраняла принципы да там где-то уже сил не хватало моментов было меньше но все равно пытались проходить из обороны в атаку через короткие средние передачи входить в штрафную как бы мне кажется именно на качестве созданных моментах их физическое состояние особо не сказалось скорее опыт им мешал потому что в том же как бы в том же старте игры было много моментов которые где-то наверное не хватало хладнокровия для лучшей реализации то есть с игры могли бы выжимать мне кажется больше но когда там надо было бить в касание делали лишние движения когда надо было чуть-чуть придержать и потом ударить тогда сразу били в общем банально опыта не хватает но при этом канадцы очень здорово играют классный футбол ну не знаю мне кажется такие команды в любом случае всегда нравятся зрителям и я думаю что будущее сейчас понятно как это как бы первый опыт но будущее у этой команды очень большое я бы кстати особенно выделил нападающего крайнего бьюкини на 11 номер он в брюге играет ну по-моему не особо так прям не совсем основной игрок но просто честно говоря сегодня прям очень мощные впечатления оставил вот опять-таки возвращаясь к словам Димы что физически подсели в конце на бьюкини это точно никак не сказалось потому что он как в начале матча один в один всех обыгрывал убегал создавал как бы обострял так и во втором тайме точно так же и при этом в обороне не забыл отрабатывать очень эффектно уж он оттеснил спиной хотя сам викинин вроде не такой большой блин то ли Азара то ли кого-то я чисто запамятовал кого но я так смотрю я смотрю минуту было где-то примерно 70 и я думаю блин ну парень парень хорош как бы ему 23 года я думаю что развитие как бы продолжится и может парень вырасти в реале сильного футболиста ну а сейчас очень большой спор вокруг того что есть сильный футболист как бы есть сильный футболист а есть продаваемый футболист потому что он вырастет в продаваемого я меньше сомневаюсь чем в том что он вырастет в сильного ну слушай у нас же нет задачи привезти сборка каната нет они действительно принципы у них есть они активно играли в начале могли действительно поймать там свою птицу удачи но если бы забили пенальти если бы если бы если бы но в целом структурно я предвижу очень большие проблемы у них и против Именно очень важен опыт, который помогает. Я вначале говорил про хорватов, что с точки зрения классического понимания, за счет чего команда может добиваться успеха и проходить далеко, у хорватов не было ничего такого ни в 2018, ни в этом году. У них есть опыт, которого за четыре года стало только больше, есть сильная психология, ментальность, которая, по большому счету, может их и в этом году довести до финала, мне кажется. Хотя, опять-таки, на первый взгляд смотришь, но по игре не сказать, что команда финалистов чемпионата мира даже четырехлетней давности, но что-то все-таки у них есть. Мы говорим просто про то, что в городе Канады есть лузы, но их плюсом, их плюсом, кстати, можно считать вот это неравнодушие и огонь, который там повыхает. Что, в принципе, иногда бывает, что академичные команды более мастеровитые, более опытные, они вдруг в каких-то отрезках уступают именно в этом огне, и тогда результат может оказаться не в их пользу, и турнирная таблица там смеется в пользу более молодой и горячей. Но я, честно говоря, опять же, я не вижу, я не думаю. Я думаю, что Канада просто останется приятным воспоминанием для кого-то, и все, с точки зрения ведения игры я бы не ставил их очень высоко. В любом случае, на этом турнире, мне кажется, не канадцы-то будут заправлять, а все-таки другие команды, во-первых, выйдут в плей-офф, во-вторых, наверняка еще больше порадуют, потому что, ну даже банально, не все еще сыграли. На этом, Вань, предлагаю заканчивать. Завтра тоже хорошие матчи. Завтра, вообще-то, Роналду играет. И это точно будет большое событие, по крайней мере, с точки зрения журналистских кликов. Да, спасибо. Это был очень глухой матч в Португалии-Аганычской. Хорошего дня, не жду, но был расширен. Все, Вань, спокойной ночи. Всем, кто нас слушал, большое спасибо. Делитесь тоже своим впечатлением по поводу футбола на этом турнире, делитесь по поводу Германии, по поводу Бельгии, действительно ли это такие слабые команды на этом турнире, или просто не сложилось. В общем, любым мнением будем рады, обсудим в следующем стриме. Главное – любить футбол. Все, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»